Фильм телерадиокомпании «Регион Тюмень» режиссёра Веры Фёдоровой «Солнечный май» Александра Ржеловского показали в областной научной библиотеке. В зале собрались многочисленные поклонники творчества Александра Ржеловского, актёры Тюменского драматического театра, коллеги, работавшие с ним в спектаклях и те, кому посчастливилось знать его при жизни. Этот фильм – признание актёру-земляку Тюменцу, горячо любимому многими российскими зрителями. Документальная лента «Солнечный май» Александра Ржеловского, работа режиссёра Веры Фёдоровой, сценариста Елены Поддубной, оператора Сергея Лыкосова и народного артиста России Владимира Орла. Первая роль в кино, ставшая для актёра «Звёздный», роль лейтенанта Николаева в фильме Марлена Хуциева. Вот теперь лучше нового стал. Носи, солдат! Ура, литерату! Ура! Ура, литерату! Ура! 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 Почётное место! Большинство зрителей Советского Союза познакомилось с ним в 1970 году. Вот я его знал тоже с этого года. С премьеры фильма был месяц май. И может быть, даже я так думаю, что он дал толчок мне к тому, чтобы я стал артистом. Так он мне понравился. И мог бы я предположить тогда, что буду работать с ним в одном театре, репетировать в одном спектакле. Главная роль в этом фильме принесла Александру невероятную популярность. Его талант заметили другие режиссёры. На киноэкране Аржиловский продолжал воплощать образ военного. Огромный творческий потенциал, заложенный в нём природой, актёр реализовывал на сцене. Работал в Воронежском, Кировском, Ленинградском театрах и 15 лет в Минской киностудии. Сам написал пьесу о Ван Гоге, мечтая воплотить его образ на сцене. Несколько раз бывал во Франции, желая увидеть места, где жил великий мастер. Но вскоре белорусская киностудия свернула производство фильмов. Оставшись без средств к существованию, артист вернулся в Тюмень, к отцу и сёстрам. Но город детства не избавил его от горечи. А вообще это вот, ну, драма, как минимум, артиста вот это, вот Александр Жаловский. Потому что артист очень достойный, очень большой артист. Но вот жизнь сложилась вот как-то так. По воспоминаниям актёров, всегда прост в общении, отзывчив, открыт. Лента, рассказывающая о жизни Александра Ржаловского, его надеждах, творческих планах, о неудачах, которые тем болезненнее и острее, чем блистательные минувшая слава. Многие зрители с удивлением открыли для себя. Любимый актёр, оказывается, урождённый тюменец. Мне фильм очень понравился. Настолько пронизан теплотой, душевностью. И такой светлый человек, актёр. Я очень рада, что я попала сегодня на эту презентацию. Александр Ржаловский преждевременно ушёл из жизни в 99-м году. Не сберегли, с горечью говорят коллеги и знакомые. Фильм призван ещё раз напомнить зрителю о том, как хрупкая человеческая жизнь, а актёрская судьба – это не только лавры и слава, но порой испытания. Маргарита Чекунова, Борис Беляков. Новости культуры.